вот обратите внимание прицеп стоит ровно не в кабрировании не в пикировании несмотря на то что вес его сейчас данный момент составляет ну где-то 3 200 300 вот и он буксируется за лонг крузером 200 значит вот вот если бы не было этого разгрузочного устройства у него бы была просадка стон боли 290 bhs это прицеп который но считается самым лучшим американским прицепом в россии то есть его масса три тонны заряженном состоянии три тонны 447 килограмм вот он сейчас заезжает и давайте посмотрим с вес как пройдут к как пройдут его с вес и вообще как он пройдет вот посмотрите-ка как отрабатывает как отрабатывает разгрузочное устройство смотрите какой угол даже не касается ничем абсолютно да но нас сейчас интересуют свесы значит обратите внимание самая низкая . да вот коснется она или не коснется то а теперь здесь это вообще это прицел это внедорожный прицеп по сути дела да все проходит идеально так вот обратите внимание какая сложная здесь дорожная ситуация посмотрим как отработает прицеп андрей давай все хорошо так 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 внизу подожди так и и все замечательно прошло видите вот что значит внедорожный американский прицеп 12 метров длиной 12 с огромными свесами чудесно вот смотрите через вот эту вот вот через этот бугор он прошел все хорошо а давайте теперь посмотрим как пройдут здесь американские автодома так это тор и из 30.4 смотрите свесы так тор и из 30.4 смотрите его внедорожные характеристики смотрите как он заезжает так медленнее медленнее и все и прекрасно прошел вот тестовый наш бугор до который автодом чудесно замечательно проходит и даже не зацепился ни за что флит вот f35 и сейчас мы посмотрим как он зайдет вот наш тестовый это как он пройдет наш тестовый бугор так флит вот f35 американский автодом с очень большим свесом и мы сейчас его испытываем как он заезжает в кемпинг ну скажем так пока нормально пока все в порядке вот наш проверочный бугор до это ну и ну и и и и и и и и значит вот это самый длинный автодом американский самый длинный который который заезжает вот в российскую базу отдыха вот с таким подъемом нигде не зацепился вообще нигде все прошел идеально вот ответ на вопрос какая проходимость у американской техники давайте посмотрим как подключить прицеп к вот этой вот стойки три составные части караванинга три составные части без которых нельзя площадку называть или нельзя вот это крутое место называть кемпингом это канализация это вода и электричество значит ну давайте сам самого простого начнем с электричества да вот мы подключаем это к электричеству подключили и подняли дальше мы подключаем к воде вот шланг с водой вот взяли коннектором и все дальше мы подключаем к канализации знаете что мы делаем вот смотрите два гофрированных шланга который мы привезли с собой значит вот здесь у нас выход серой и черной воды да вот значит отсоединяем и подсоединение вот эти гофрированные шланги их можно соединять вместе можно нарастить туда допустим канализация вас фиг знает где да вы там штук пять поставили и у вас сливается ну тут достаточно двух соединили здесь да дальше вот здесь здесь у нас вот такие вот крышечки аккуратненькие чтобы не воняло значит мы откручиваем крышку дальше скручиваем вот этот концевик гофрированного шланга вот так мы его вкрутили достаточно подсоединили гофрированный шланг все и 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 вот у этого прицепа система канализации американская это значит что бака черной воды хватает вам где-то дней на 10, если вы путешествуете вчетвером. Вдвоем так вообще чуть ли не на целый месяц. То есть о том, что нужно сливать бак биотуалета, вы забываете недельки на три где-то, да. Если у вас европейские прицепы, там кассета биотуалета, эту процедуру нужно делать каждый день, особенно ночью. Вот неприятно, когда ночью заканчивается емкость вот этого бака биотуалета, вам жена в бок иди выливай, да, и вы там ночью, еле-еле проснувшись, ищите где-то яму, септик, чтобы слить, все это течет, ну, в общем, неприятно, да. Здесь этой проблемы нет ва-ап-сче. Абсолютно, от слова совсем. Вы эксплуатируете туалет, как у вас дома, но через 10 дней или через 3 недели вам эту воду куда-то надо деть. Все равно он когда-нибудь наполнится. Вот представьте, что вы приехали в какой-нибудь кемпинг, море, солнце, пляж, дети, стоите там недельки 2-3 и вдруг ни с того ни с сего, ба-бах, туалетом пользоваться нельзя, потому что заполнился бак черной воды. И эту воду нужно куда-то деть. Можно, конечно, сняться, закрыть маркизу, убрать эту полипропиленовую подстилку, столы, столи, все сложить и куда-то там поехать, чтобы его слить. И бывает обидно, что проехать нужно всего 100 метров, чтобы слить эту воду, потому что гофрированного шланга не хватает. И вот на помощь приходят вот эти вот вывозные баки черной воды. Перевозится этот бак вот на такой вот внешней площадке. Это наша доп. опция локальная, которую мы делаем здесь, в России. Вот смотрите, сейчас Малик нам покажет, как это делается. Он даже не в перчатках. Малик, если хоть на тебя одна капля попадет, или хотя бы ты увидишь, ты об этом скажи. Хорошо? Значит, вот этот маленький шланг, небольшой, не такой длинный, соединяем с трубой. Соединили. Здесь открываем воздушник. Вот он. Вот так вот. И начинаем процесс слива воды. Мы даже ее не видим. Где она, чего она, только слышим. Так, все. Полностью слили воду. Закрываем кран. И отсоединяем вот этот гофрированный шланг. Но важно, чтобы он был все время наверху. Вот уровень был выше уровня бака, когда вы его отсоединяете. Закрываете на крышку. Вот. И укладываете вот в этот паз. Его. Там можно его не складывать. Ага. Все. И закрываете крышечкой этот шланг. Дальше здесь закрываете воздушник. И теперь давайте эти 140 литров вывезем и сольем куда-нибудь наружу. Очень легко прицепили к тягачу и медленно поехали в то место, где выливается черная вода. мы снимаем бак и везем к месту слива. Ну вот сейчас у нас утро. Я пройду по автодому по утреннему. Честно говоря, моя семья даже не знает, что я снимаю. Да? Сейчас посмотрим, что тут происходит. Ага. Вот. Вот так у нас выглядит утром автодом. Сейчас мы выйдем, вы увидите всю нашу группу. Всю нашу группу. Сейчас я замок открою, потому что мне нужно двумя руками это делать. Так. вот такое вот у нас утро. Здравствуйте, Михаил. Я снимаю на видео как ощущения, как прошли дни в Лусан. Понравилось вам? Понравилось. В остальных автодомах, вот других, которые до этого путешествовали, утром просыпаешься и ощущаешь, как кто-то ходит по автодому, кто-то там кофе готовит, то есть спишь и вот его качает туда влево-вправо, влево-вправо. Этот автодом тяжелый. Он весит 8 тонн. И поэтому вот такое ощущение такое, знаете, вот такого дома, что ты находишься не в машине, а именно в доме. Даже не в автодоме, а в доме. Раз. Второе. Значит, что очень важно в этом автодоме. Вот обратите внимание, как подключена вода. Значит, вот в этом положении вода подключена ну, написано, вот видите, Full Tank Wind Trice. То есть, она подключена как пистолет бензобака. То есть, она просто наливается и все. То есть, вода сначала наливается в бак, а из бака она отбирается непосредственно на наши нужды. А вот в этом положении вода подключена непосредственно к трубопроводной системе автодома. и вся трубопроводная системы автодома находится под давлением от городской воды. Это очень важно и очень удобно. То есть, всегда не нужно постоянно заполнять бак и давление воды классное. Вот есть у Хобби дополнительная опция City Water по системе унитаза. Сколько воды израсходовалось из бака, столько туда и зашло. Там поплавок ходит туда-сюда, да? И как только поплавок опускается, открывается клапан и вода заливается. Здесь не так. Здесь, мне кажется, гораздо умнее. Здесь, вот в таком положении, в таком положении вода, минуя бак, сразу заполняет трубопроводную систему и ставится под давление от городской воды. Ну, вы поняли, это классно. Вот американский прицеп и вот гофрированный шланг подключения серой, черной воды к этому прицепу. То есть, никаких кассет, ничего. Когда прицеп стоит стационарно и есть рядом сливное отверстие, как здесь, мы вообще навсегда забываем про слив черной, серой воды. Она сама сливается, вода. Причем, как зимой, так и летом. Но, что я сейчас хочу вам сказать? Вот как вы думаете, для чего нужна эта подставка? Видите? Вот она. Да? Ведь можно же его просто бросить на землю. Вот рассказываю, допустим, сейчас температура минус 10 градусов. И вот этой вот подставки нет. при сливе серой воды вот в этом месте она будет провисать. Вот таким вот образом. Видите, да? А раз она провисает, здесь будет скапливаться все время вода, которая будет замерзать. То есть, здесь возникнет внутри ледяная пробка. И эта ледяная пробка закупорит нам слив всей канализации. Для этого вот эта труба должна постоянно опускаться на полтора градуса. Вот если будет постоянный угол полтора градуса, то никаких пробок не будет. И вода будет зимой и летом хоть-то минус 50. Она будет все время сливаться. Ну вот представьте, сейчас все-таки море, солнце, пляж, звуки волн. Классно. И вот представьте, я сейчас все это закрою палаткой. Во-первых, в палатке будет жара сумасшедшая. А никакой кондиционер не вытянет вот эту жару и не понизит температуру внутри палатки. То есть, здесь будет находиться практически невозможно. Во-вторых, мы лишимся свежего воздуха. В-третьих, мы лишимся вот этой акустической обстановки, которая нам создает море. То есть, мы закроем себя вот этим стеклянным колпаком. Поэтому маркиза мне кажется лучше. Ну, кому как. Теперь, дальше, какое, если нальется вода, я уже неоднократно говорил, если нальется вода, то есть, будет идти дождь, мы все равно под дождем будем здесь завтракать, обедать, ужинать. И когда здесь накопится вода, маркиза не сломается. Тут есть автоматический сброс воды. То есть, она вот так вот прогибается под массой вот этой воды. И вода автоматически сливается. Как только она слилась, маркиза ставится в обратное положение. Вот видите, как у американца все продумано. Но и ночью, если подует сильный ветер, нам никакого труда не составляет эту маркизу сложить. Вот я вам сейчас покажу, я вам сейчас покажу, как я это сделаю. Значит, вот смотрите, не нужно эти колышки выдирать, эти веревки складывать, вставлять вот этот вот, его крутить. Это целое дело. Достаточно вечером просто нажать на кнопку и вот сколько мне времени понадобится ее задвинуть. Есть модели автодомов очень дорогие, где даже этого делать не нужно. То есть стоит вибродатчик, а как только маркиза начинает вибрировать от ветра, она автоматически компьютер дает команду и маркиза сама складывается. Но это в очень дорогих автодомах. А так никакого труда не составляет ее вот таким образом вечером сложить перед сном. Ну и утром ее опять раскладываем. Я просто нажал на кнопку, вот досчитаю до 10, условно говоря, и она сама сложится. Здравствуйте, с вами компания Дом в дорогу. Меня зовут Константин. Вот всем владельцам прицепов, у которых кровать поперек. Вот именно поперек. Вот здесь дочка будет спать. Вот прекрасная площадка такая классная. Да, я еще о ней кое-что расскажу. Но дочка будет спать на кровати с изголовьем вот сюда, ко мне. А прицеп стоит криво. Неровная поверхность. И вот для выравнивания, для поперечного выравнивания предназначены вот такие вот домкраты. Ну, тут нужно немножечко вот такой придержать, да? Давай, давай. Так. Еще, 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 еще чуть-чуть. Немножечко. Чуть-чуть. Давай. Оп. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Давай. Давай, давай, давай. Немножечко. Чуть-чуть. Стоп. Стоп. Все. И самое главное, очень важно, поставь на ручник, выключи двигатель. Если вы не разъединяете на ночлег, то можно не ставить никакие башмаки сзади. Но если вы разъединяете ваш тягач, то обязательно нужно с трех сторон, одна сторона уже занята, поставить башмаки. Потому что во время отцепки прицеп может скатиться назад. У этого прицепа установлена маркиза слайдера. Для чего она нужна? Дело в том, что если пойдет снег, то на крыше слайдера возникает снежная подушка. И когда мы слайдер закрываем, то весь снег оказывается внутри прицепа. Чтобы этого не происходило, снежная подушка накапливается на крыше маркизы слайдера. И когда мы закрываем слайдер, весь снег падает сюда. Вот для этого предназначена вот эта вот штуковина, которая называется маркиза слайдера. Наша компания устанавливает бортовые генераторы на американские прицепы. Это возможно благодаря вот этой площадке, которую изготавливаем мы по технологии, которую нам дали американцы. Изначально прицепы приходят вот с таким одним бампером, с такой одной трубой. Вот, вот как здесь, вот он только вчера к нам пришел. Это многофункциональный бампер, куда можно разместить гофрированный шланг, поставить там запасное колесо, что-то еще. Но здесь можно поставить еще один такой же бампер и благодаря ему образовывается вот такая площадка и мы можем перевести не два гофрированных шланга, а четыре. Это очень важно. Гофрированные шланги, это штука такая, которая, ну скажем так, предназначена для сброса черной воды и она не должна быть внутри прицепа или внутри тягача снаружи. Дальше вот этот вот бортовой генератор и все остальное. Но в данном случае я хочу вам рассказать вот об этом новом бортовом генераторе. Вы знаете, когда я сегодня его впервые увидел, я, честно говоря, офигел. Ну, такого чуда я еще не видел. Во-первых, он маленький, но номинальная мощность 3,6, а максимальная 3,8. Это, ну, самый мощный генератор инверторный, который я когда-либо видел. Но он тонкий, помещается на эту площадку и теперь смотрите, какое чудо. Никаких дерганий для запуска. Просто поворачиваете вот этот рычаг на запустить и нажимаете кнопку. Все. Никаких проблем. И в прицепе полноценное мощное электричество, способное тянуть мощнейший кондиционер и даже два, если второй кондиционер напольный. Плюс ко всему он тянет еще микроволновку и все остальное электричество, телевизор, освещение, в общем, полноценная электроэнергия. Но, что самое интересное, давайте сейчас пойдем внутрь прицепа и я расскажу. Ну, вот мы внутри прицепа и послушайте какой уровень шума. Генератор практически не слышно. Ну, чуть-чуть, еле-еле что-то вот. И генератор вот этот вот еще уникален тем, что он оборудован не просто автоматическим запуском, но и системой умного запуска. То есть, если вы нажимаете кнопку пуска, он не запускается, он подкачивает топливо, подкачивает воздух и производит повторный запуск. И так несколько раз, пока он не поймет в чем дело. Допустим, если он не запустился, то он говорит, что низкий уровень топлива или низкий уровень масла. Поэтому генератор уникальный, там новый, разработка 24-го года, такой маленький, 3,6. В общем, очень его рекомендую. И его можно купить либо в Яндекс.Маркете, либо в интернет-магазине нашей компании. Заходите и заказывайте. Генератор действительно классный. Здравствуйте, с вами компания Дом в дорогу. Сейчас у нас 11 сентября, прекрасное время года. Я решил сделать видеообзор прицепа ну вот в месте отдыха таким, какой он есть. Вот не на выставке, где он пустой, да, а показать вот непосредственно наш быт. Маркиза, которая выдвинута автоматически. Дальше мы вчера вон жарили шашлык. Видите, мангал стоит, столик, стулья. и вот так называемый outside kitchen. То есть вот холодильник, там вот лед фактически, вода замерзла, хоть она нижней полки, но до ледяного состояния. Ну, вчера было очень много пива, мы его все выпили. Внешняя кухня, вот варочная поверхность, где можно что-то приготовить. Ну, и давайте пойдем внутрь, я покажу, как прицеп выглядит внутри. Прежде всего, арбуз. Сами понимаете, что где-то купил в магазине, и первое, что приходит в голову, это положить вот непосредственно в это место. Кстати, почему-то он здесь никогда не катается во время движения. То есть, сколько бы ни ехали, он лежит вот так на месте, никуда не укатывается. Это парадокс, но это так. Пошли дальше. Ну, чтобы вы увидели, где мы стоим, вон в море. Ну, вот так он выглядит изнутри. Пожалуй, я вам начну рассказывать непосредственно с телевидения, потому что не далее, как сегодня, позвонил нам человек и говорит, я хочу спутниковую антенну в прицеп. Я вам говорю, что спутниковая антенна стоит около 500 тысяч. Ну, что, говорит, я заплачу. Я говорю, что вы согласны заплатить спутниковую антенну, чтобы смотреть НТВ, ОРТ, там, и боевики. Да, да, конечно, я люблю смотреть кино. Мне нужна спутниковая антенна, и там просил выставить счет на 500 тысяч. Вот специально для этого человека, если вы меня видите, как устроено телевидение за 14 тысяч рублей, а не за 500. Ну, смотрите, что я делаю. То есть, я могу, конечно, на кнопку нажать, но я говорю голосом. Siri, включи телевизор в комнате, прицеп в гостиной. Вот, включился. Видите, да? Затем я сейчас, ну, вот я вам даже покажу, как я это делаю. Ну, одной рукой неудобно, у меня в одной руке камера. я включаю непосредственно а вот Apple TV гостинная. Вот, видите, да? Включил. Дальше, если я, если у меня есть интернет, вот сейчас у меня есть интернет, то я включаю YouTube и смотрю, что захочу. Ну, я не знаю, вот тут супер хищники какие-то. Видите, да? То есть, вот у меня YouTube. Но если у меня нет интернета, то я включаю сервер. То есть, там практически все фильмы, огромное количество кино, которое мы можем поставить, вот здесь, вот на домашнем кинотеатре. Ну, давайте что-нибудь, коллекция фильмов, зарубежные, какие-нибудь там Атлантида. Вот, выбираем все, что нам может, ну, джази только девушки, к примеру, да? И вот этот фильм мы запускаем. и вот он сейчас у нас запустится. Повторяю, это если у нас нет интернета. Ой, какой зверь. Вот, значит, ну, дальше поехали. Значит, это двухъярусная кровать в прицепе, причем каждый ярус у нас для двоих человек. Ну, вверху у нас никто сейчас не спит, поэтому у меня тут аппаратура, всякие там объективы, фотоаппараты, камеры и так далее. А внизу у нас спит внучка. Вот она сейчас на пляже. Я сейчас туда пойду тоже. Дальше ту, а, лет, ванна. Вот я поменял кран. Тот, кто сейчас приобретает Bullitt 290 BHS, вот на своем прицепе внимательно посмотрите вот этот уголок. И я вам советую сделать так, как сделал я. Вот этот кран я купил в Баоцентре. Мне американский не совсем понравился. Наш, ну как наш китайский кран, он оказался гораздо удобнее, меняется за секунду. Так, теперь обратите внимание, вот это у меня 110 вольт. Он прекрасно заряжает именно 110 вольт. Хотя есть розетки 220. Значит, вот эти розетки силовые, вот это 220 вольт, а вот это 110. Ну, это 220 вольт от инвертора розетка. Ну, и вот это 220 вольт. Ну, и где-то там еще есть 110. А, вот здесь вот 110 вольт. 110 вольт я оставил для определенных нужд. Зачем их демонтировать, когда от 110 вольт практически вся аппаратура не силовая прекрасно работает. Вот инвертор, вот этот фонарик все время нужен. Значит, вот этот вот инвертор, он преобразует 12 вольт в 220. И у нас всегда есть 220 вольт тогда, когда нет внешнего источника энергии. 220 вольт. Кстати, вот такой же телевизор в спальне, видите, да, он может выдвигаться вот как хотите, да, то есть, он может еще дальше выдвинуться и будет у вас тоже домашний кинотеатр вот в спальне. панель управления. Вот, кстати, панель управления простая, как автомат Калашникова. Нету тут всяких пиктограмм, всяких айфоновских жидкокристаллических индикаторов, нет ничего, но тем она и надежнее. Значит, заряд батареи у нас полный, фреш воды полный бак, бак тут огромный в американском прицепе. Черная вода заполнена наполовину за двое суток. Второго бака черной воды в этом прицепе нет. Серая вода заполнена наполовину первый бак и второй бак серой воды заполнен на две-три. Управление системой микроклимата. Вот у нас все выключено. Здесь вентилятор, здесь кондиционер. Сейчас он должен включиться. Он включился, видите? Это печка, сейчас она совершенно не нужна. Выключили. Это датчик движения. Он нужен в определенных случаях, то есть это система умный дом. Если движение в прицепе есть, может произойти то, что я запрограммирую. Или включится телевизор, или включится музыка, или включится свет, или уйдет сигнал на сотовый телефон, чтобы кто-то в прицеп зашел, если есть в прицепе интернет. В общем, хорошая штука. Да, и еще, значит, смотрите, сейчас я выключу Siri, выключи телевизор в комнате прицеп в гостиной. Сейчас он должен выключиться. О, выключился. Значит, и теперь давайте попробуем включить музыку. Музыку у нас уже включает Алиса. Привет, Алиса, включи музыку. Включаю. О, вот пошла музыка. Я могу какую-то музыку. Привет, Алиса, включи Аллу Пугачеву. Включи Аллу Пугачеву. Спасибо, Алиса, выключи музыку. Ну, вот таким образом мы управляем. То есть, вот, понимаете, удобно, где, вот, лежишь на кровати, фиг его знает, где этот пульт находится, чтобы, или телефон. Алиса, какая сейчас погода? В данный момент в Краснодаре плюс 27, облачно, с пояснениями. Если что, я могу найти и включить любую радиостанцию. Обращайтесь. Спасибо. Почему-то в Краснодаре сказала, хотя мы стоим на море. Ой, Алиса, ну, ты прям подслушиваешь меня, да, то есть, нет, вода в самый раз. Спасибо большое. Но почему ты сказала температуру в Краснодаре, а не на море, там, где мы находимся. Ну, простите, я не хотела. Кстати, по подсчетам ученых, запасы пресной воды составляют сегодня 3 миллиона кубических километров. Алиса, ты очень много разговариваешь, пожалуйста, выключись. Так, ну вот у нас холодильник. Кстати, холодильник компрессорный, такой же, как у вас дома. Работает очень, очень и очень надежно. Ну, вон морозилка. Тут вообще лед. Видите, аж пар пошел. Микроволновка в прицепе. Ну, вот спальня. Дальше датчик газовой тревоги, то есть, если газ пошел, их, кстати, два. Угарный газ, а вот датчик бытового газа. Видите, да? Так что, вот такой вот прицеп Ballet, Keystone Ballet 290 BHS, это их целая серия, 290, 24-й, Crossfire. В общем, их много. Заходите на наш сайт домвдорогу.ру и вы изучите все прицепы Bullet. Как раз, вот мы занимаемся поставками именно этих прицепов Bullet в Российскую Федерацию. Ну, а я пошел на море купаться. Вот, меня очень часто спрашивали про стиральные машины для домов на колесах. Я как-то так игнорировал все это дело. приехали, накопили, уехали, накопили, приехали, постирали. Ну, а если долго путешествуешь, к примеру, там, 3-4 недели, месяц, и нет рядом прачечной, вот такие вот стиральные машины именно для автодомов. Сейчас я вам покажу, как стирают белье с помощью вот этой стиральной машины. Значит, во-первых, она идеально входит в прицеп, но, во всяком случае, в американский. Значит, вот как будто она специально сделана для американского прицепа. Вот, обратите внимание, я ее достаточно легко вытаскиваю, да, вот ставлю здесь, и давайте сейчас ее включим. Вот, я подготовил здесь электроэнергию, 220 вольт. от инвертора, кстати, нельзя, если у вас генератор, пожалуйста, но от инвертора она не сможет работать, потому что инвертор не предназначен для подключения стиральных машин. Кстати, тут и стиральная машина, и центрифуга. Слушай, отжало, офигеть. Представляешь, отжало, как положено. О, только высушить осталось. Ну вот, приблизительно так она и работает. Мы вторую партию загрузили, вот, без особых сложностей, за сколько мы? За 20 минут постирали целую кучу белья. Как сэкономить воду? А вода, это очень важная вещь в путешествии, особенно в России. Так вот, как экономить воду в прицепе? Значит, больше всего расход воды тогда, когда мы купаемся. Вот, мы сейчас заметили, у меня дочка очень любит под душем купаться, так вот, 195 литров воды, а именно в этом прицепе 195 литров запас хватает на 2,5 человека. То есть, 2,5 человека помылись и воды нет. Естественно, в этом прицепе мы сейчас делаем запас, варим алюминиевые баки, в общем, много-много всего делаем, но, как сэкономить воду, когда мы купаемся? Вот смотрите, значит, что мы делаем, прежде всего, когда мы моемся? То есть, мы регулируем температуру воды. Вот, к примеру, мы отрегулировали ее, вот как-то так, да, и пускаем ее на лейку. И моемся. Моемся, 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 и некоторые промежутки времени вода нам не нужна, но, представьте, там нам ее нужно выключить, да, а потом опять регулировать целое дело, поэтому очень много воды расходуется в пустую. Вот есть лейки, их мало, но они есть, где воду можно перекрыть вот таким вот образом. Вот, вот, вот этот флажок, извините, мне неудобно, да, вот этот, вот этот флажок мы повернули и ее выключили. Все. Но настройки, настройки вот этой горячей воды остались те, которые у нас есть. И таким образом, благодаря этой лейке мы экономим воду. То есть, ну, вот в данный момент мы можем там мылиться, что-то еще делать, когда вода нам не нужна. А потом мы ее свободно вот так взяли и включили опять. Вот таким образом я всем рекомендую экономить воду в прицепе. Кстати, вот видите, какой напор хороший, она где-то на 30% включена. Сейчас работает не расходный бак, а внешний источник. А внешний источник, городская вода, насос городской воды. Это, кстати, возможно только в американских прицепах. Сегодня у нас была жара 37 градусов. 37. Естественно, конечно же, в прицепе Ки-100 Балли 290 БАШ, он большой, самый большой, наверное, из тех, которые разрешены для эксплуатации Российской Федерации. Так вот, в этом прицепе вот этот кондиционер один не справлялся. Значит, ну, он опускал температуру где-то на 8 градусов. Температура была 27-28 в прицепе. А программировал я на 22, но за бортом 37. Это очень много. И я недавно, буквально три дня назад у меня был ролик, и я порекомендовал вот сюда, в спальню, поставить еще один кондиционер. Но, как выяснилось, кондиционеры Дометик под американскую вот эту дырку не подходят. Дырка 34 на 34. А посадочное отверстие для европейских кондиционеров Дометик должно быть 40 на 40. Плюс ко всему, крыша здесь толстая, очень толстая. Это связано с тем, чтобы она не пропускала тепло зимой, чтобы не было слышно шума дождя и так далее. В общем, короче говоря, проблематично устанавливать Дометик нужно только заказывать в Европе, в Америке кондиционер. Он, естественно, будет плыть сюда очень долго, в продаже нет, да и стоит он порядка 240 тысяч уже в России. И я нашел великолепный способ, как сделать климат в прицепе, вот знаете, как в классном офисе летом, когда заходишь и прям вот аж холодно везде. вот вот такое вот решение проблемы. Во-первых, жара бывает всего 2-3 месяца. То есть поставил этот кондиционер напольный, а когда не нужно его укатил, он сюда вписался просто идеально. Кондиционер электролюкс, вот запомните, я сегодня целый день изучал и поехал купил. Ну, в общем, короче говоря, напольный кондиционер электролюкс, он один. Ну, тут, естественно, провода, ну, вот эти вот кофрированные шланги и дренаж идет пока так, но завтра, естественно, мы сделаем все аккуратно и я покажу. Итак, какие проблемы мы решили? Первое. Сэкономили деньги. Этот кондиционер стоит 30 тысяч, а вот этот, если бы мы сюда его вставляли 240, разница ощутимая. Дальше. Не стали резать крышу прицепа. Это сложно. Сохранили люк. Дальше. Этот кондиционер можно унести в любое время, когда он уже не нужен. Этот кондиционер идеально сюда вписался. Теперь в спальне всегда будет прохладно. И, таким образом, мы добились равномерного охлаждения всего прицепа. Извините, тут у меня бардаш. Равномерного охлаждения всего прицепа до нужной нам температуры. поэтому очень рекомендую тем, кто сейчас уже владеет вот этим прицепом 290 БАШС, вот именно в этот угол купить этот кондиционер, в этот угол, вот в этом месте его разместить. И завтра у нас мастер, когда выйдет на работу, он сделает здесь технологические отверстия. И я покажу, вот как он все это дело нам смастерил. Вот сейчас я вам покажу, что делать в том случае, если у вас забился бак черной воды, то там застряла какая-то туалетная бумага, не выливается. Вот что в этом случае делать? Вот самый простой способ, который только есть. Вот у нас бак серой воды, это касается прицепов Bullitt 290 БАШС и аналогичных прицепов, у которых сдвоенные рычаги серой и черной воды. Вот смотрите, мы начинаем сейчас сливать бак серой воды, он полный. Вот видите, пошло, пошел бак серой воды. Теперь мы приподнимаем шланг так, чтобы в этом месте осталась вот эта серая вода. Вот видите, она вот в этом месте осталась. А вот с этого места она стекла. И в баке черной воды нам нужно создать противодавление. То есть мы открываем бак черной воды и начинаем делать вот такие движения. Вперед, назад, вперед, назад. Таким образом мы создаем противодавление и убираем вот эту застрявшую туалетную бумагу. Вот таким образом мы это делаем. так вот сейчас мы в прицепе кистот будет 290 БХС чистим бак черной воды. То есть мы его полностью слили, закрыли и наливаем в черный бак фреш-воду, чистую воду под давлением. Вот сейчас наша задача полностью заполнить, открыть опять бак черной воды и вот эту воду, которую мы мыли, всю ее вылить. И таким образом мы его почистим. Но это делается не каждый раз, а периодически, когда есть удобные места, удобная ситуация, например, как здесь. Вот это вот очень хороший тягач Toyota Land Cruiser 200. Масса буксируемого прицепа у этого тягача составляет 3,5 тонны. Вот это вот очень хороший американский прицеп, у которого масса полная снаряженная масса составляет 3 тонны, поэтому можно его буксировать вот с помощью вот этого тягача. Давайте посмотрим, как распределяются массы во время буксировки прицепа. Это очень важно. Вот если вы откроете технические характеристики вот этого автомобиля, вы увидите там две важные характеристики. Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, а этот прицеп оборудован тормозами, составляет 3,5 тонны. А нагрузка на шарик фаркопа составляет 140 килограмм. Это в технических характеристиках этого автомобиля. Итак, во время движения прицепа действуют 2 вектора силы. Вектор силы направленный вот здесь, там, где колеса. Масса не должна превышать 3,5 3,6 килограмм, но по характеристикам 3,5 тонны. В основном американские прицепы такого класса, это все 3,5 тонны. Вот эта масса, которая давит на асфальт во время буксировки, составляет 3,5 тонны. И есть вторая очень важная характеристика, которой все не пренебрегают, забывают, не обращают внимания. Вот здесь масса по техническим характеристикам Toyota составляет 140 килограмм. Но у этого прицепа вот этот прицеп давит на шарик фаркопа, именно американский прицеп, давит на шарик фаркопа массой порядка 290 килограмм. А по техническим характеристикам здесь 140. Почему так происходит, как это победить и что нужно сделать, чтобы можно было буксировать вот эти американские прицепы, у которых нагрузка на шарик фаркопа составляет не 140, а 290 килограмм, об этом я сейчас расскажу. Почему производитель написал в инструкции, что масса на шарик фаркопа не должна превышать 140 килограмм. Дело в том, что эта масса и вот этот пункт технических характеристик автомобиля зависит от самого фаркопа. Обратите внимание, какой здесь шарик и какой здесь фаркоп. Этот фаркоп поставляется в Российскую Федерацию официально. То есть, видите, знак Toyota? Чтобы нагрузка на шарик вот этого фаркопа была больше, не 140 килограмм, нужно просто поменять этот фаркоп, поставить другой. Давайте перенесемся в Америку, и я вам покажу, как делают американцы. Погнали! Мы с вами переместились в Атланту и находим сейчас с вами в Toyota центр города Атланты, штат Джорджия, США. И вот перед вами точно такой же Land Cruiser 200 белого цвета, который продается вот в этом Toyota центре Атланта. Он абсолютно ничем не отличается от Toyota Land Cruiser 200, который был только что в России. ничем не отличается кроме фаркопа. Обратите внимание, какой здесь фаркоп. И именно этот фаркоп, кстати, вот это не называется фаркопом в Америке. Фаркопом называется то, что сюда вставляется. Вот когда вы смотрите технические характеристики вашего автомобиля, который вы купили в российском для российского рынка, вот там написано, что вертикальная нагрузка на шарик фаркопа не более 140 килограмм, а здесь 400. Машины-то одинаковые, здесь 400, а там 160. Почему? Потому что на российские Тойоты, так их назовем, которые поставляются для российского рынка, устанавливаются европейские фаркопы, а здесь устанавливаются американские. Поэтому, чтобы буксировать прицеп, американский прицеп с вертикальной нагрузкой до 400 килограмм, а не до 160, достаточно просто поменять фаркоп. Убрать европейский фаркоп, если он у вас стоит, а если не стоит, просто ничего не убирая, поставить американский фаркоп, который мы поставляем вместе с прицепом. И вот именно этот фаркоп выдерживает вертикальную нагрузку 400 килограмм. И сейчас мы вам покажем скан официального документа вот этой Toyota Center. Мы специально запросили документ, потому что слова словами, а вот в этой технике мы руководствуемся только документами. Так вот, мы специально дали запрос и получили документ от этой Toyota Center американского, что именно этот фаркоп выдерживает вертикальную нагрузку 400 килограмм. Вот официальный документ, который мы получили от дилера Land Cruiser 200 в городе Атланта, США, где указаны весовые характеристики с учетом того, что Toyota Land Cruiser 200 используется с американским фаркопом. Этот документ расположен по ссылке под этим видео. И вот именно весовые характеристики Land Cruiser 200 мы перевели на русский язык. Вот обратите внимание, нас интересует максимальная нагрузка на фаркоп 500 фунтов и максимальная нагрузка на фаркоп с распределенной сцепкой 810 фунтов. В переводе на килограммы получается, что максимальная нагрузка на фаркоп у этого автомобиля может быть 226 килограмм, а максимальная нагрузка на фаркоп с распределенной сцепкой 810 фунтов или 367 килограмм. И что такое распределенная сцепка, мы сейчас вам покажем. Это очень-очень-очень интересно. Итак, смотрим, что значит распределенная сцепка, благодаря которой мы можем на Land Cruiser 200 буксировать прицеп с нагрузкой на фаркоп 367 кг. Обратите внимание, у механика в руках какая-то железная хреновина. Давайте посмотрим, что сейчас он будет делать. Вот смотрите, один конец он вставляет в часть, которая принадлежит как бы автомобилю. И другой конец он подвигает под фаркоп прицепа, поднимает всю сцепку с помощью домкрата, так чтобы и фаркоп, и зацепное устройство автомобиля немножко поднялось над уровнем пола. И тем самым левая часть этой палки, по отношению к нам левая часть, приблизилась к балке фаркопа прицепа. Вот видите, она приближается к ней. Обратите внимание, расстояние все меньше, меньше, меньше и меньше. И после того, как максимально приблизилась левая часть вот этой палки, механик подсоединяет цепь к замку фаркопа прицепа, который расположен слева. Видите, он зацепил правую часть и сейчас зацепит левую часть. Вот смотрите, вот он также зацепляет левую часть. Все. Теперь смотрите, что он будет делать и для чего это надо. Затем механик опускает всю сцепку, а левая часть этой палки остается как бы на месте. У нее расстояние то же самое. И что при этом возникает? При этом уменьшается вертикальная нагрузка на шарфаркопа. Вы знаете, сначала, я когда первый раз посмотрел, я думал, что это придумал всю эту систему Барон Мюнхгаузен, который поднимал себя за волосы. А внимательно изучив все механизмы и вспомнив теоретическую механику, я понял, что за счет плеча действительно уменьшается нагрузка на шарфаркопа. И вот именно поэтому в инструкции написано, что с системой распределения нагрузки можно буксировать прицепы, у которых нагрузка, то есть можно буксировать прицепы за ландкрузером 200. Именно те прицепы, у которых нагрузка на шарфаркопа не превышает 810 фунтов, то есть 367 килограмм. С помощью вот этого устройства распределения силы. Решение просто идеальное. Вот таким способом можно уменьшить нагрузку на шарфаркопа автомобиля. Вот на Toyota Land Cruiser 200 допускается с помощью этого устройства буксировка прицепа, у которых нагрузка на шарфаркопа 367 килограмм. А по инструкции изначально на европейские фаркопы всего 140, а вот этот механизм позволяет буксировать прицепы с нагрузкой на шарфаркопа до 367 килограмм. Если вы владелец Toyota Land Cruiser 200, Toyota Prado 150 или Toyota Hilux или аналогичных автомобилей, решить вопрос увеличения вертикальной нагрузки на шар, достаточно просто установив вот этот американский фаркоп и мы его поставляем вместе с прицепами. Вот это очень важно понимать. Если вы в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля увидели, что вертикальная нагрузка на шарик фаркопа не более 150, 140, 130 килограмм, это характеристика для европейского фаркопа, который вы убираете и ставите американский фаркоп, и вертикальная нагрузка у вас увеличивается до 400 килограмм, что позволяет буксировать американские прицепы. Многие допускают ошибку, устанавливая вот эти вот шплинты наоборот, то есть наружу. Этого ни в коем случае нельзя допускать, так как шплинт этот предназначен именно для того, чтобы держать штангу, которая растяжка, держать в своем пазу. Сейчас, когда прицеп пойдет на поворот, будет видно, как начнет подниматься сама траверса. Вот специально сейчас выполняем левый поворот задним ходом, чтобы левая траверса начала отрываться от площадки, по которой она скользит. Вот она поднимается, вот она поднимается. Видите, и бывает такой, если перекос, особенно под левым колесом, если возвышен, смотрите, насколько она оторвалась. Как далеко оторвалась. Вот, и если этот же маневр выполнять передним ходом, то траверс упадет наоборот ни к стенке, ни к упору. Да, 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 не, все, хорош, можно вперед. Все нормально, да? Да, можно вперед теперь. Вот сейчас посмотрим. Видите, вот, насколько она выходит. Вот, а тот самый шплинт не дает ей выйти из базов. Все, вот она встала на место. Все, отлично. Дом в дорогу приглашает вас в путешествие с домами на колесах по Средней Азии, которое начнется 26 мая 2024 года. Мы посетим уникальные, удивительные места – древнюю Бухару и Самарканд, Душанбе и Ташкент. Мы пересечем пустыню Козылкум и во время ночлегов, благодаря современным возможностям наших домов на колесах, будем создавать в пустыне оазисы комфорта с водой, электричеством и микроклиматом. Мы проедем по великому шелковому пути. Нас ждут невероятные пейзажи. Иногда наш караванинг будет самым настоящим сафари, потому что вдоль дороги мы увидим верблюдов, диких лошадей и черепах. Весь наш путь пройдет по асфальтированным дорогам. Все точки маршрута очень подробно нанесены на карту. Каждая точка имеет описание. В каждом городе нас будут встречать гиды и проводить обзорные автобусные экскурсии. Такое путешествие возможно только тем, у кого есть дома на колесах, и оно будет самым интересным и незабываемым. Мы встретим гостеприимных людей в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. В Душанбе мы будем купаться в озере Козелком, а в Вардзобском ущелье на два дня поедем в самый настоящий современный аквапарк в горах. Такое путешествие возможно только караванерам, тем, у кого есть дом на колесах. На обратном пути мы побываем на космодроме Байконур, где у нас будет экскурсия и, возможно, увидим запуск космического корабля. Подробный план путешествия на сайте домвдорогу.ру